Приветствую вас, дорогие друзья, вы смотрите канал K-English, с вами Елена Викторовна Вагниста. Вы попали в плейлист 150 английских фраз для разговора. Сегодня у нас 125 урок и фраза thank goodness. Thank goodness. Уверена, кто смотрит фильмы, сериалы, слышали эту фразу много раз, она известная. Если вы еще ранее не слышали, слышали, не обращали внимания, сегодня научимся это делать и фиксировать на ней свое внимание. Поехали. Итак, thank goodness – это слава богу. Ну, то есть используется абсолютно в 100% тех же случаях, когда в русском используется слава богу. This is an expression to indicate relief. Это выражение помогает показать облегчение. Thank goodness. It's another popular way people indicate relief and they say thank God. Thank God или thank goodness. То есть есть возможность сказать thank goodness, есть возможность сказать thank God. Обратите внимание не thanks God с буквой S, а thank God. Я сама раньше делала даже эту ошибку, мне казалось, что thanks, мы же всегда говорим thanks, да? Но если вы как бы не буквально благодарите Бога, спасибо Божие, а они так не делают, англичане, а вы просто говорите слава Богу, то thank God не thanks, а thank. Просто считаю важным об этом упомянуть. Но сегодня мы говорим о фразе thank goodness, и ее точно, совершенно точно никто не путает и не говорит thanks, goodness, да? Так не говорят. В общем, thank goodness, слава Богу. Окей, now let's read the examples. Thank goodness, this dress still fits. I have nothing else to wear. Спасибо, Господи, это платье все еще на меня налазит, а то мне нечего надеть. Ну, то есть у вас срочное мероприятие у девушки, да? И надо срочно надеть какую-то красоту на себя, да? Она роется в шкафу и находит то самое платье, пытается в него влезть и... Thank goodness, this dress still fits, because I have nothing else to wear. I have nothing else to wear. Мне больше нечего надеть. Дословно, я имею ничто, кроме этого, чтобы надеть. Помним, что в русском языке у нас двойное отрицание. Мне нечего надеть. Здесь даже как нечего, как nothing, можем, в принципе, переводить дословно. Я имею нечего другого надеть. Ну, как-то так. В общем, английская фраза строится так, она очень сильно отличается от русской фразы. Вообще, с неопределёнными местоимениями something, anything, nothing, у нас есть отдельный урок, разбор в грамматике. Красный Мёрфи, синий Мёрфи. Зайдите, здесь на канале есть плейлисты. Красненькие для новичков, синенькие для более опытных. И посмотрите, там есть уроки отдельно по неопределённым местоимениям, если пока трудности. Слава Богу, мы заранее купили билеты, потому что всё распродано. Итак, люди хотели пойти на концерт, и они заранее купили билеты. We got our tickets early. Дословно, мы получили наши билеты рано. Ну, get the tickets, конечно, имеется в виду купили билеты. Также есть, кстати, отдельный урок по уроку get, по его вариантам значения в красном Мёрфи. То есть, в грамматике для начинающих красная обложка. И причина, почему они вот так вот с облегчением вздыхают и говорят, какие мы молодцы, слава Богу, уже всё сделано. The concert is now sold out. Концерт уже распродан. Ну, то есть, не концерт распродан, а билеты на концерт распроданы. Смотрите, когда в английском языке говорят the concert, the film, the play, the show, в общем, какой-то вид концерта, выступления и так далее. И когда говорят it is sold out, то имеется в виду, что билеты на это мероприятие распроданы. То есть, слово tickets здесь не фигурирует, но sold out имеется в виду, что всё распродано. И, может быть, тоже, кстати, в фильмах видели, бывает табличка такая большая, там, на дверях где-то, я не знаю, на вывеске. И написано sold out, то есть, всё распродано, все билеты полностью проданы. И говорится не tickets are sold out, а the concert or the show is sold out. Или просто sold out, вот как фразовый глагол. Thank goodness, he doesn't suspect anything. I really wanted to be a surprise. Слава Богу, он ни о чём не подозревает. Я очень хочу, чтобы это был сюрприз. Ну, то есть, родители подготовили ребёнку какой-то подарок и боялись, что проговорились. Или, может быть, кому-то готовили праздник, какой-то особый подарок и боялись, что проговорились. Но потом они поняли, что нет, беда обошла их стороной. Они говорят, thank goodness, he doesn't suspect anything. Он ничего не подозревает. Вот, кстати, ещё один раз у нас появилось неопределённое местоимение anything. Nothing, anything, ещё something. Как бы три варианта таких местоимений. И вот именно в связке not anything, вот здесь у нас при переводе, или там not anywhere, not anyone, в общем, not и какой-то вариант any, у нас в этой связке появляется двойное отрицание. He doesn't suspect anything. Он не подозревает ничего. То есть, один раз нет, и в русском языке второй раз нет, там, где у нас any. He doesn't suspect. Suspect – это подозревать что-то. He doesn't suspect anything. Он ничего не подозревает. I really wanted to be surprised. Я очень хочу, чтобы это был сюрприз. Слово really переводится как очень, и оно нам, русским людям, на самом деле, крайне удобно, потому что оно стоит в той же позиции, где русское слово очень, и оно может стоять перед глаголами. Вот особенность данного наречия в том, что оно может стоять не после глаголов, а перед глаголами. I really want. Не I want very much. Я очень хочу. А I really want. Я очень хочу. То есть, вам не нужно пропускать в русском языке при переводе очень, а потом в конце добавлять хвостик very much. Вам можно поставить really перед глаголом, и это будет отлично. I really wanted to be surprised. Я очень хочу сделать это сюрпризом. Обратите внимание на слово really. И есть, кстати, и по нему же тоже уроки в синем Мёрфи. Грамматика среднего уровня, синяя обложка. Здесь на канале зайдите, посмотрите. А теперь, друзья, мы смотрим мини-диалог. Слава Богу, мы узнали об этой распродаже. Да, это точно. У них классные предложения. Спасибо, что сказал мне об этом. Да, пожалуйста. Итак, что мы здесь видим? Пришли на распродажу ребята, закупили кучу там какого-то барахла по дешёвке и радуются. И первый говорит, thank goodness, слава Богу, we found out about this sale. Мы узнали об этой распродаже. Find out about something – узнать о чём-то. Find out – узнать, выяснить. Это фразовый глагол. Sale – распродажа. Второй отвечает, I know, знаю. They have such good deals. У них классные предложения. Слово deal очень многозначное. В данном случае мы его понимаем как предложение для сделки. Ну, сделка – это сделка о продаже. Мы не воспринимаем её на самом деле как сделку, но американцы, англичане воспринимают. Куплю, продажу как сделку. Даже если я прихожу в магазин за, там, я не знаю, за 10 рублей какую-то ерунду покупаю, всё равно это deal – сделка. Это предложение, на которое соглашается покупатель. They have such good deals. У них классные предложения. Thanks for letting me know about it. Спасибо, что сказал мне об этом. Вот здесь как раз пример слова thanks. Спасибо. Мы говорим thank you или thanks for something. Но мы говорим thank goodness или thank God. То есть там вариант thank укороченный. Thanks используется, когда дальше идёт продолжение в виде for. Thanks for that. Thanks for letting me know. Спасибо, что сообщил мне об этом. Если после thank for у нас указано действие спасибо за выполненное действие, спасибо за сообщение мне по поводу этого, то действие мы указываем через инг, глагол с инг, то, что в грамматике мы называли герундией. Thanks for letting. Let someone know. Позволить кому-то узнать или сообщить. Спасибо, что сообщил мне об этом. Дословно спасибо за позволение мне узнать об этом. Вот как-то так. You're welcome, пожалуйста. Пожалуйста, фраза you're welcome означает, что когда вам говорят спасибо, вы что-то должны ответить в ответ, вы говорите you're welcome. То есть thank you, you're welcome. Я вам говорю thank you, вы мне you're welcome. Вы мне говорите thank you, Елена Викторовна, for this lesson. I say you're welcome. Окей? И как ещё можно сказать по-другому thank goodness? I'm so glad. Я рад. То есть я рад, что всё обернулось хорошо. Water relief. Какое облегчение. Water relief. Здесь всё вообще буквально, всё на поверхности. И вот вам ещё раз эти картиночки. И, друзья мои, теоретическая часть данного урока закончена. Что нужно теперь сделать? Сейчас мы с вами начинаем заниматься практической частью. И я не устаю повторять, что практика важнее теории. На один час практики должно в идеале идти хотя бы 5-10 часов. То есть на один час теории 5-10 часов практики. То есть это значит, что один час теории вы послушали, должны потом в 10 раз это, в течение 10 часов это повторять. Это работает во всём. В математике, в физике, в танцах, в вождении автомобиля. Неважно, да. То есть теории мало, практики много. Мастер один раз показал, вы 50 раз за ним повторили, и у вас начало получаться. И в изучении английского языка, естественно, этот принцип работает, потому что он базовый принцип мироздания, что ли, да. Итак, мы с вами посмотрели разбор этих фраз, теперь что нужно сделать. Я вам предлагаю несколько вариантов, как начать практиковаться. Дальше ваша задача просто проделать это упражнение несколько раз, чтобы оно заработало. Итак, сейчас я прочитаю ещё раз наши фразы. Я их прочитаю с паузами, для того, чтобы в этих паузах вы успели выполнить два задания. Вы делаете только одно из них, потом возвращаете видео назад и делаете второе, если вам это требуется. Итак, задание номер один. В паузах повторите за мной вслух то, что вы услышали. Важно повторить вслух, важно повторить в том же темпе. Если вы не успеваете, не получается, то ничего страшного, просто сделайте задание несколько раз. Старайтесь, кто может, не смотреть на экран и работать исключительно на слух. Задание номер два. В паузах пишите под диктовку то, что вы услышали. То есть тренировка аудирования, диктант. Хорошее, замечательное упражнение. Многие о нём, к сожалению, забыли, а зря. Ну что ж, поехали. Thank goodness, this dress still fits. I have nothing else to wear. Thank goodness, we got our tickets early. The concert is now sold out. Thank goodness, he doesn't suspect anything. I really wanted to be a surprise. Thank goodness, we found out about this sale. I know, they have such good deals. Thanks for letting me know about it. You're welcome. I'm so glad. We're relieved. И, дорогие друзья, теперь следующий слайд здесь тоже самый, но на русском языке. Я предлагаю также выполнить два задания. Задание номер один. Глядя на данный слайд, сделайте вслух перевод на английский. Оно имеет два варианта сложности. Первое. Просто делайте перевод вслух. Второе. Делайте перевод вслух на время. То есть засекаете секундомер и за 40 секунд пробуйте сделать перевод, уложиться на скорость. И задание. Второй тип задания. Глядя на данные слайды, делаем письменный перевод на английский и сверяемся. Думаем, что не сошлось, что сошлось, где ошибка и пытаемся понять, в чем проблема. Так как мы уже материалы разобрали, у вас перед глазами предыдущий слайд, где все на английском. Я думаю, что не составит труда выполнить самопроверку. И самое последнее задание практическое, которое я вам предлагаю. Сейчас вы услышите диктора, который прочитает данные фразы. Я оставляю для вас на слайде текст, который он будет читать. Это тот же самый, опять же, английский текст, который мы разобрали, кроме самого первого слайда, где идет объяснение фразы. И вам нужно, первое, хотя бы с текстом понять, что говорит диктор. Диктор читает с американским акцентом. Второе. Убрать от глаз текст подальше и понять на слух, что говорит диктор. Выполняйте все эти задания, пока у вас не начнет получаться. Итого, теория у нас была, ну если обрезать всю мою говорильню, да, все мои приветствия, я понимаю, что все это вас раздражает, друзья мои. Но что делать, не могу я без этого писать видео. В общем, если все это обрезать, у нас получится примерно 6-7 минут теории. Все остальное это практика. И все, что вы сделаете после урока, это ваша практика. Вот умножьте 6 на, там, я не знаю, в 5 раз вы, допустим, повторите практику. Получится полчаса. Как минимум полчаса еще времени вы должны посвятить данному материалу. Желательно сделать это не прямо сейчас, а, допустим, на следующий день, чтобы убедиться, что вы все хорошо запомнили. И на этом я могу с вами попрощаться. Занятие для вас провела Елена Викторовна, магнистая, канал OK English. И до скорой встречи в новых уроках. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok